Давайте, потому что это великая вещь, это действительно великая вещь, давайте я приведу пример одной задачи, которая, вот, мгновенно получается решение, если понимать эти простые вещи про систему сравнений и про то, что бывают неизвестные и свободные, а бывают неизвестные, главные. Эта задача очень любит велики. Представьте себе, что у нас есть металлическая воздумка, края которой в каких-то местах мы поджариваем, в каких-то местах морозим, главное, что мы держим какую-то температуру на краю, и она у нас жестко определенная. Докажите, что температура в любой точке на Сенте при этом будет тоже однозначно определена. Ну, вообще, в математике эта тема посвящена огромная, огромная-огромная часть математической науки, это традиционное уравнение теплопроводности, если думать о том, как распространяется тепло, да? Но даже в случае, когда эти теплогены распространяются, а вот когда у нас есть, так, конечно, какая-то область с какими-то температурными границами, то оказывается, что это даже такая задача, это огромная часть математики, называется гармоническая функция. Я, разумеется, сейчас не буду это рассказывать для случая, когда у нас кривая храница области. Давайте возьмем такую простейшую модель, но даже она покажет, вот для чего ж это все замечательно. И давайте договоримся, что во всех его граничных клетках, ну, я не буду фиксировать размеры, во всех граничных клетках мы описываем число, понятно, да? А вот внутри прямоугольника не будет писать число. Давайте, пусть прямоугольник будет размером n плюс 2 на m плюс 2. Для чего из-за вот эти странные вещи? Для того, чтобы здесь у нас получилось, надо было понятно, это матрица размером m на n. В каждой клетке вы можете написать какое хотите число. Но требуется, чтобы в каждой клетке написанное число равнялось бы среднему альфметическому четырех соседей. То есть, берем этот клеток, есть сверху, слева, справа, вот эти четыре клетки. Надо, чтобы в центральной было написано «острение альфметическое». Обратите внимание, на эти клетки никаких условий нет. Там написано, что с самого начала, допустим, не написано. А вот на все остальные условия здесь, скажите, пожалуйста, сколько уравнений? Здесь табличка размером m на n. В каждой клетке надо записать уравнение. Да, значит. m умножить на n. m умножить на n уравнение. Так, а сколько переменных у нас? Сколько клеток? Вообще-то в каждой клетке, в которой ты пишешь уравнение, была ровно одна переменная. Поэтому переменных столько же. Переменных неизвестных. Точно известных, да. И вот, то есть, смотрите, сюда строка. У нас неизвестных столько же, сколько уравнений. Правда, тут надо понимать, что эти числа, это уже не обязательно нули. Поэтому, когда я буду смотреть в такую систему, в ней уравнений сколько же, сколько неизвестных. Но в правой части числа вовсе не обязательно нули. Тем не менее, тем не менее, задачу решить мы не сможем. Рассказываю. Мы берем, не обращая внимания на блок, какие здесь числа, занимаемся приведением этой системы к хорошим ступенчатым лицам. При этом, разумеется, у нас будет как-то пересчитываться в правой части, пересчитываться, 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 пересчитываться. Ровно, я вам не должен дать ничего. Свободных вообще нет. Ну, можно сказать, это совершенно отличная ситуация. Это ситуация, когда при любом наборе правых частей, вы получаете единственное решение. То есть, у нас система, в системе нет уравнений, в ней нет свободных неизвестных, все неизвестные вращаются через, если двигаться снизу вверх, все они главные. И система имеет единственное решение. Прекрасно. На самом деле, мы должны, нам нужно показать задачи. Второй случай. Главных неизвестных меньше, чем я. Второй случай. Есть свободные неизвестные. Есть хотя бы одна свободная неизвестная. Я сейчас легко объясню, а почему на самом деле это встречать нам нужно. Смотрите. Когда мы преобразовывали, вообще-то мы не обращали никакого внимания на то, что у нас есть на крайне. Поэтому мы можем взять, если оказалось свободное неизвестное. И тогда получится, что у системы, где вот в этих вот граничных ответах везде написано нули, есть бесконечно много решений. Ну потому что ты хочешь свободно представлять что-либо число и получаешь какое-то решение. А я вам сейчас подокажу такую лему. Если везде по границе написать нули, 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 нули. Доказать, что очень простое. Вот если у нас нет числа, равное среднему альфимическому числу. Какое число Х? Это среднее альфимическое четырех своих соседей. То, очевидно, что Х будет не больше, чем максимум из чисел А, Б, З. Понимаете? И, кстати, не меньше, чем минимум. И как это можно применить? А вот как? Представьте себе, что хотя бы какое-то число здесь больше нуля. Тогда в одном из соседних мест будет число не меньше. То есть для простоты пусть есть число больше нуля. И из всех таких чисел возьмем самое большое. Тогда, если у вас Х был самое большое, автоматически А, Б, З, Д будут равны и нули. И, значит, эти все четыре равны. Берем следующую первую, все соседей равны. И так у нас в спространится и получится, что во всей таблице все числа ему равны. а вероятно 100 ноль, а число у нас было положительных. Не бывает такого. Если же положительных нет, но отрицательные есть, ну замечательно. Возьмите самое маленькое из отрицательных. Ну, то есть самое большое по модулю, но отрицательное. Ту же самую процедуру проведите и выяснится, что так же получается. Вот смотрите, мы бы выписывали конкретные эти уровни, не анализировали. Но просто подумав, усмотрев, получили замечательный факт. Я повторяю, что в науке это потом имеет огромное количество продолжений, огромное количество всего-всего-всего, про это говорят. Я здесь не буду рассказывать, но у меня есть видео, посвященное некоторым задачам по раскраскам, где существование раскраски доказывается при помощи рассмотрения системы уравнений. Вот этот принцип, что когда у нас есть квадратная матрица, то есть n уравнений есть столько же неизвестных, то либо главных неизвестных, ровно n штук, и тогда при любых правых частях решение не единственное, либо же главных переменных меньше, чем n, есть свободное и неизвестное, и тогда у нас решение будет, если есть решение, то их бесконечно много, но решения тогда будут не для любой правой части. Вот этот замечательный принцип в большом количестве задач срабатывает, и оказывается, что вот этой идеи совершенно даже достаточно. Так, хорошо. Давайте теперь, разобравшись с тем, что такое размерность, давайте поговорим о линейных отображениях и научимся умножать матрицы и складывать матрицы. Спасибо. Спасибо.